Апикс, забери свой выигрыш. В игре высокий коэффициент выигрыша и минимальный вход в игру с 1 рубля. Играть тут проще простого. Делаешь ставку и как только коэффициент пошел вверх, тебе решать когда выйти из игры. Можно играть более осторожно, либо довериться интуиции, забрать крупный выигрыш, пока шкала не остановилась. Также есть функция автовывода при заданном коэффициенте. У них множество положительных отзывов и мгновенные выплаты на Киви или Яндекс. Кстати, если хочешь получить бонус, то переходи по ссылке в описании и получи бесплатную игру в подарок. Это Эльдар Прямой. В прямом эфире. Эльдар Ровный. Эльдар Джи. Саня. Старый Гра и Кир Пум-пум. Что тебе, кстати, в главной геи России дали? Что там, как бы сексуальность пропагандировала? Нет, пока не дали. Звучит как престижная премия. Главный гей России. Всем привет. Мы на съемках находимся. Сейчас, как всегда, идет подготовительный этап. Это долго, скучно. Я в прямом эфире могу пообщаться с вами, поотвечать на вопросы, рассказать что-нибудь. В сети видео сейчас расходится не сильно. В сети есть видос, где меня сыпят мукой и я даю чуваку по ебальнику. Такое видео смешное. Просто кошмар. Я очень смеялся. Типа, от того, какой я маленький, блядь, и злой. Кошмар какой. Ты серьезно отпиздил чела на сходке? Ну, отпиздил громко сказанное. Просто несколько раз ему настучал по лицу. Ща, подожди! Несколько раз ударил его в лицо, потом что-то пнул в лицо, харкнул ему в лицо и все. Ну, я не знал, как реагировать на муку, как бы, блядь. Терпеть мне не очень хотелось. Я как-то, знаете, в Новокузнецк... Во мне включился мой внутренний Новокузнецк. Сразу я побежал, не растерялся, бить по ебальнику. И как иначе? Как иначе? Не знаю. Я буду обдумывать этот момент, как вести себя в таких ситуациях. Так... Так... Это что, не постанова была с мукой? Да нет, конечно. Я вообще максимально не ожидал этой херни. У меня... Я в линзах был, у меня все попало в глаз, и я испугался, думал, что я, типа, ослеп. Что? 150 килограмм муки купили, чтобы тебя полностью в мешок посадили. Да, да. О, серьезно? Да. Вот, ребята, это все был пранк. На самом деле, я думал после, если бы человек посыпал меня не мукой, а детской присыпкой... Я бы, наверное, не так обиделся, но по ебальнику надавал бы. Какая такая задержка? Все, это вечная трансляция. За одну минуту почти тысяча людей смотрит. Пиздец. У меня раньше много смотрело, просто я так часто начал выходить в прямые эфиры, что всем похер. Мои прямые эфиры не носутся с собой ничего вообще. Интересно. Пишите Жарахову, чтобы он... Чуть подавился. Меня звал в трансляцию. Представляете себе? Вот, вот что, старый... Я все, я не знаю, что говорить. Когда в Самару? Ну, наверное, весной. Я не знаю, сколько у нас городов будет в туре. Ну, нужно столько, чтобы я вывез, как бы не сошел с ума и не умер от здоровья, а точнее от его отсутствия. Ну, я бы хотел 30-30 городов сделать. 25 может быть. Ну, мы будем смотреть. По какому поводу мы тут? Я показываю вам, как мы готовимся к съемкам. Как тут прекрасно. Не знаю, что это... Ну, мы снимаем продолжение шоу одного на Клик-Клаке. Второй сезон. Вот. Я же могу? Ну, наверное, могу. Нет, наверное, не могу. Ладно, не надо. Не буду говорить, что мы снимаем. Пусть будет интрижка. Я хочу тебя, я еще хочу Сишку. Бом. А где команда? В космосе летают пацаны, не могут сняться. Типа, было бы все класс. Вот. Старый? Вот меня спрашивают, где команда, э? Чуваки просто не снимаются давно, потому что они в космосе летают. Типа, они должны были выйти 1 августа, там, 2017-го, 17-го года. Да. Но это в световых годах. Типа, это вот 1 августа, 2017-го года в другом измерении. То есть это через 8 лет, примерно? Ну, типа того. Передай старому, что ему идет футболка рок-н-роффл. Слушайте, всем абсолютно, каждому человеку очень идет мой мерч. Мы специально сделали его таким, чтобы каждый человек, который надевал его, был очень красивым и притягивал к себе что-нибудь, деньги, успех, радость, плюс сток к армии, там и так далее. Тогда олимпийские игры. Ну, олимпийские трэш-игры, не знаю. Мы не думали еще их делать. Как только так сразу, как бы. Нам нравятся эти форматы. Мы не хотим их пить, ну, не хотим пичкать на постоянке, чтобы быстро надоедало. Нам всем надо, чтобы и вы, и мы могли соскучиться по шоу, а потом его делать. Типа, если бы мы часто делали, оно бы надоело очень. Вообще, это было похоже на постанову. Не совсем, не совсем. Ну, думайте, как хотите. Да-да-да, мне это неприятно. Я читал в интернете много отзывов, типа, где люди пишут, я бы так же поступил, правильно сделал, я не согласен с этим. Но я просто не знаю, как себя вести, типа, в такой ситуации. Типа. Я, пиздец, как выезжал, когда в хайп кэмп увидел тебя третьим в жюри. А, давайте я вам про хайп кэмп расскажу. У меня некоторые в шоке и спрашивают, почему я пошел в хайп кэмп. Ну, во-первых, во-первых, деньги. Ладно, на самом деле, с самого начала, когда мне сказали, будет Макс Голополосов, будет Соболев, будет Краснова, мне понравился этот состав. Посмертно? Нормас. Мне понравился состав, он адекватный. И получается, сейчас трое наставников, это Голополосов Макс, человек, чуть ли не отец русского ютуба, Краснова, это не просто инстаграм-блогер и типа блогер какой-нибудь. Да, она автор очень многих проектов на телевидении, на стендап-комик. Она очень много чем занимается, очень хорошо у нее это получается. И поэтому мне было не впадло вписаться, для меня это новый опыт. Пообещали, что не будет там, ну, такой скандальной хуйни, как в прошлом сезоне. Возможно, кстати, из-за этого и смотрят его меньше. Но я тоже туда как бы за опытом иду в любом случае. То есть туда приходят молодые блогеры получать опыт от нас какой-то, а мы идем получать новый опыт для себя и от молодых ребят. Потому что от людей, которые только-только начинают этим заниматься, всегда можно научиться чему-то новому, вспомнить что-то старое. Потому что когда ты несколько лет делаешь какой-то контент, когда у тебя уже появляется огромная аудитория, ты накладываешь некую самоцензуру на себя, уже начинаешь по-другому варить. А молодая кровь это чуваки, которые просто ебашут и делают, как хотят. И вот это вдохновляет. Плюс очень полезные навыки вот этого менторства. Да? Мне очень интересно себя попробовать наставником команды. Вот. Ну, как-то так. Поэтому я, собственно, и вписался. Ну и, типа, конечно, надеюсь, что хорошо получится. Мы с Максоном после первой съемки сели и договорились, что постараемся от себя сделать ну максимум, что мы можем. Не просто, чтобы приходить на проект и посвятить лицом и получать деньги и уезжать, а действительно в это вкладывать что-то. что вы еще там пишите? Как же можно все? Это разве не первый опыт? Можно все. Мы просто выбирали ролики и голосовали. А здесь уже идет командное сражение. То есть есть три команды в хэп-кэмпе. Команда Голополосова, моя команда и команда Наташи. И здесь немножко другое. Здесь нужно наставлять свою команду. Там нужно было просто делиться с ребятами опытом, рассказывать что-то, отсматривать их ролики. И там уже Ивлеева, Давыдов и я мы действовали как одна команда. А здесь наоборот мы как бы соревнуемся между командами. Это немножко это как во фрешбладе сейчас в четвертом. То есть я ментор. Наша команда на хэп-кэмпе называется Добрые Голуби. Вот когда будет треш-лато у меня спрашивают. Я тоже не знаю, но я думаю, что оно когда-нибудь будет. Что скажешь насчет инцидента с мукой? Но я все сказал в принципе. Вы уже отсняли хэп-кэмп? Нет, он снимается, он еще будет сниматься. Ну, долгое время по-моему. любишься, любишь спорт, занимался борьбой только в детстве, типа лет в семь. Сейчас я йогой занимаюсь. Это даже очень крутая практика, как физическая, так и духовная. И там, когда именно какие-то физические, назовем их упражнения, ты выполняешь, у тебя действуют те группы мышц, которые не задействуются в спортзале или еще где-то. мне очень нравится йога. Если вы думали попробовать, но не решались, можете попробовать, охуенная тема. Я уже вот три месяца почти занимаюсь, до сих пор не надоело и хочется больше. Это такой хороший акт направления ума. Это учит чувствовать все тело, учит там, типа концентрации и очень многим вещам. Крутая вещь, просто пиздец. Ну и самочувствие. Самочувствие тоже очень хорошее. Сколько мелочи собрали? Ну очень много, не знаю, ну вроде бы достаточно, вроде бы достаточно. Ну в Москве прям до хрена. Не смогли увезти из Москвы, будем искать тачку, которая привезет это все в Питер. Потому что сначала хотели на Сапсане везти, но там невозможно. Типа целый большущий чемодан мелочи и еще несколько мешков вот таких типов. Вот таких. Почему решил заняться йогой? Ну мне просто интересно было. Я много слышал хорошего про йогу. И вот думал, 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 месяцев 9, наверное, я задумывался о том, чтобы заняться этим. Пошел и занялся. Нашел, ну там, через двойчинку вымутил контакт мастера, учитела и занимаюсь с ним индивидуально. То есть я не хожу в класс, у меня вот индивидуальные уроки. Привет из США. Привет. Я очень надеюсь, что нам дадут визу. Я решился все-таки и пошел подавать на визу очень хотим с Яной возможно вот в это Рождество, типа, ну вот это американское Рождество 25 декабря хотим вот на недельку сгонять в Нью-Йорк. Ни разу не был в Америке, а очень хочется. Сними совместный клип с Гонфла. Да, 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 завтра снимаем четыре клипа. Мы записали с ним совместный альбом. Сахарный диабет, я потерял свою ногу, там вот и мой ремикс есть. Видела в новостях, как тебя обидели, я тоже охренел, когда начали крутить по телеку, им там совсем делать нехер. РБЛ или Версус? Да и то хорошо, и то хорошо, как бы Версус мне роднее. Я не могу к нему непредвзято относиться. Я люблю Версус, но РБЛ охуенно тоже, очень круто. Ну, так или иначе, как показывает время, опыт, все дороги ведут на Версус. На какой бы площадке человек не выступал, самая высшая точка является Версус, самая признанная площадка и самая популярная. Весь фрешблат практически это слово РБЛ, там, и так далее. Фрешблату. 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 Да, мы общаемся с Ивлеевой. А что? Кто на заднице забил задницу? Кто выиграл в споре? Мы не можем никак отснять. Вы же подождите, пожалуйста. Я очень жду Настю в Питере. Она приезжала, но всего на один день. Сходишь к Урганту? Да очень, конечно схожу. Очень, очень хочу. Позовите меня сначала. Типа Как относишься к Фейсу? Для меня он дерьмо. А для тебя? Да нормально. Нейтрально. Типа У него были классные бенгеры, которые разъебали страну. Потом он сделал отличный перформанс с этим социальным альбомом. Я не до конца верю в этот социальный альбом. Ну, не могу я. Ну, не верю я ему почему-то. По некоторым причинам. Но он молодец, этого нельзя отрицать. Типа Я могу сказать, что Фейс крутой, чего нет. Что думаешь про ситуацию с Хаски? Ну, это полный пиздец. на самом деле очень радует вот вчерашний концерт, на который, к сожалению, не смог попасть. То, что происходило, это ну, просто что-то легендарное было. И по факту вот эта ситуация с Хаски, с отменами концертов и мусорами, ой, простите, пожалуйста. ну, ну, ладно. Она показательная пиздец, показательная жесть. Ну, так не должно быть. Просто, блядь, видите, интернет сложнее контролировать. И за это вот берутся активно. Но тут просто много. Если все телевидение практически всегда было подконтрольным властям, то интернет сложнее контролировать. И вот на такие крайние меры идти, сажать за песни, блядь, отменять концерты, ну, это так не должно быть. Салют, кучер. Доброе утро. Уже день. Уже какое утро? Тут день, 13 часов. Почему у тебя такая интересная жизнь, а у меня нет? Потому что я захотел себе такую интересную жизнь. Видишь? Все просто. Я сидел, у меня была неинтересная жизнь. Я сидел в однокомнатной квартире вместе с родителями и сестрой. И такой, ну, нахуй, хочу интересную жизнь. И пошел ее делать. Все очень просто. Ну, давай другая версия для хейтеров. Ну, короче, у меня батя богатый очень. Он дал мне бабла, и я живу, теперь интересно. Это вот была версия для хейтеров. когда в Москва. У нас встреча была там полтора дня назад. Типа, я только приехал вчера из Москвы. Как тебе твоя команда на хайп-кэмп? Там есть хорошие ребята, и, в принципе, мне нравится, как они в команде работают. Но вы увидите это в выпусках. Мы уже отсняли как минимум один выпуск. Увидите. Там... Я хочу ребят научить сполоченности именно работе в команде. На опыте клик-клака и вообще всей моей деятельности, которая всегда была заточена на командной работе. Потому что в команде всегда есть игроки сильные, есть те, у которых есть слабые стороны, но они компенсируются сильными сторонами других участников и так далее и тому подобное. И поэтому очень важно быть в команде. Вот я... Это основная мысль, которую я доношу до ребят. Развиваться всем вместе. Это охуенно. Когда все друг другу помогают, все происходит в несколько раз быстрее. почему твой батя не мой батя? он... вот как я ответил на этот вопрос. Посмотрите, какая тачка прикольная. А? 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 Тут какие-то машины. Видите, у меня, кстати, такой фильтр лежит. Это у меня разбитый телефон. Да. Класс. ты где? Я на съемке, пацаны, девчонки. Тут. Подготовительный процесс. Вот съемки это такая вещь, куда тебе говорят, приезжай к 12.30, в 13 мотор. Можно смело приезжать на час позже, потому что все, сука, задерживается. Абсолютно всегда. Но ты правильный, ты хороший, ты приезжаешь вовремя и ждешь, и потом такой, ну, зачем я приехал? Я же мог делать что угодно. Выглядит как калейдоскоп. Да, есть такая херня. У меня еще, по-моему, лицо, да, раздваивается. Блогеры не могут купить новый телефон, а нет блогера беднее. Да, нахуй я мне тратить деньги на телефон, мне похуй. Типа, ну, разбил я себе экран, и че? Мне насрать. Я очень ждал, когда мне Samsung подарят Note 9, и они не подарили. И, возможно, когда мои нервы совсем сдадут, я пойду куплю. Я просто не знаю, типа, я бы хотел поменять телефон, мне очень доебал iPhone. Они наконец-то признались, что у них все, блядь, десятые iPhone были бракованными. А это разбило мое сердце, я больше не хочу. Новый iPhone я не думаю, что я буду покупать. Я, конечно, возможно, это вот огромное облако фотографий, видосов, которые хранятся у меня с 2015 года, вот эта вот привязанность к создаванию. как ты выучил английский, как ты начал? Я не могу сказать, что я выучил английский, у меня просто есть базовый уровень, средний, наверное, кроващая. Самое важное это общаться с носителем языка, это вот, нет ничего лучше этой практики, вообще. Человек, который сможет поправлять вас, говорить, где вы неправильно используете времена, там, и так далее. Плюс есть несколько, ну, типа, фильмы смотреть можно, выигры играть, там, ну, с субтитрами, меньше, куда меньше, он более простой, и вы включаете мультик для пяти, там, восьмилетнего ребенка, и его отлично смотреть, вы так или иначе понимаете, конечно, в Америке, как раз носитель языка, позвал всех, мы играли в Элиас, можно найти его в App Store, переключить язык на английский, и с друзьями играть в Элиас, типа, там какое-то слово выскакивает, и вам нужно объяснить это слово тоже на английском языке, то есть, don't use fucking Russian language, please, и это неплохая практика, просто практиковаться, короче, а, ну, я хочу уже начать читать что-нибудь, читать на английском языке, какую-нибудь книжку, тоже хорошую, и плюс, мне еще дали задание, у меня много, на самом деле, практик разных, мне недавно дали задание написать, типа, трекан на английском, вот я сейчас буду делать это, я написал несколько строчек, ну, типа, забавно, мне нравится то, что, когда ты изучаешь английский язык, и при этом пишешь рэп, ты открываешь все новое, огромнейшее поле панчлайнов, и, типа, игр слов, потому что там их, ну, куда больше, для тебя это все незаюзанное, у тебя вот, русский панч, ну да, прикольно, на другом языке это такой, вау, я английский панчлайнер, типа, хуя, эй, чунгара, дебиль, идар, то кончак, хуйло, сов, батичи, пидар, ты ибаный, спасибо, как тебе мука, понравилось, мне больше понравилось по ебальнику стучать, чем мука, вы можете повторить этот экспириенс, если вы хотите, смотрите друзей с английскими субтитрами, очень помогает учить, вот тут написали, да, 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 ну, я правда смотрел несколько серий всего, но в целом посмотреть какой-нибудь ситком на английском круто, потому что там есть разные персонажи, в ситкомах типа друзей обыгрываются вообще все жизненные ситуации, которые могут быть, крутая херня, да, сука, не могу остановиться, когда слышу мумбатон, я очень обожаю эти испанские мотивы, вот как в песне пьем или странно, у меня вот этот мы бетло недавно сделали такое охуенное, написали, написали уже мелодию, и сейчас буду под этим мелодию писать слова, там тоже так, будут скоро треки новые выходить, я думаю, что в этом году тоже кое-что выйдет, может быть, пару, не знаю, я пойду в Питер, где поесть можно у вас, на каждом шоу, скачайся, ты что, влогер опять? нет, я просто, здравствуй, ты будешь на катке, получается? сейчас у меня трансляция, говори непонятными словами, не, а ты, ло-ло-ло-ло-ло-ло, я не пойму, короче, тебе надо будет угорать, ну типа ты будешь с камерой, я тебе в руки дам камеру, я понял, хорошо, ты на ней, типа, ну типа, что происходит, людей, которые руки, себя, хорошо, а тебя Яна не ревнует к кому? к малолетним школьницам? да, я сомневаюсь, ревность тупорылая хуйня, я не хочу быть в отношениях, в которых присутствует ревность, с моей стороны, или со стороны, человека, с которым я нахожусь вместе, отношения должны быть в полном доверии, типа, ревность, такая детская хуйня, я не хочу, я не хочу снова это переживать, у меня было двое отношений, в которых я был очень ревнивым, если ты ревнивый, то ты, блядь, не доверяешь своему партнеру, если ты не доверяешь своему партнеру, нахуй это все надо, отношения не должны быть построены на эгоизме, и любовь не должна быть построена на долге, типа, хочешь любовь, давай ее, отдавай, отдавай ты должен именно давать не брать в основном, а давать и тогда будет охуенно круто вот эта вот ревность, неревность нет, пожалуйста я надеюсь, что я перерос эту хуйню потому что я знаю, что у многих такие отношения может кому-то в кайф страсть какая-то но можно страсти из других вещей генерировать не из негативных эмоций не быть постоянно в крайностях шарите типа, ох, какая ты сука у тебя кто-то есть, блять, мразь орать, а потом ебаться после этого когда гена букин ну, в декабре его не будет я говорил, что в декабре мы сейчас будем его снимать мы не успеем его смонтировать в декабре много работы но она того стоит ну, сорян в следующем году в следующем году будет там Соболев мне несколько человек написало, что старый похож на Соболева сочувствую как ты относишься как ты относишься как относишься господи, какие вопросы идет года идут вопросы не меняются всем интересно как, кто, к кому относится планируешь творческий конкурс в ближайшее время я думаю, что тоже в следующем году будет ближе к февралю у меня есть один я пока не хочу его давать хочу ближе ну, в январе его сделать да ну, я придумал охуенный конкурс очень крутой и с невероятно крутым призом прям это не 15 тысяч рублей ничего-то такое прям охренительный приз да, на самом деле спланировал ближайшее ну, типа, полгода там все будет четенько ровненько классненько да, хуй делать ёпта я приехал когда мне сказали и что я делал где я теперь слушай, это как всегда все нормально ты шушь нет, никогда ем на съемку чё пишет? есть глобальные новые проекты? да команды второй сезон закрыть клик-клак вот глобальный новый проект закрываем клик-клак и нахуй это все и все пойдем в группу старого работать на завод у нас будет группа называется вечно молодой вечно старый как ты относишься к вопросам как ты относишься относительно бум когда дрочишь чё бормочешь хотите честно молча дрочу зачем тебе о, да неплохо ну чё когда зашкварная история с Моргенштерном мы не планировали их снимать мы не снимали зашкварные истории с Моргенштерном ребята никогда он просто был у нас в студии ты меня не помнишь мне написали наверное да да такую шапку хочу я зашел в магазин и искал себе самую ебанутую шапку купил ее а потом оказалось что еще ну типа она какая-то какой-то фирмы я подумал ну бля черт она просто ну реально дебильная очень типа как у крэйзи фрога планируется новые проекты на крэклак ну да в следующем году только мы отдохнем январь-февраль и приедем снимать в этом году да новый проект бы еще так под самый новый год почему бы не снять какой это вот сейчас мы не новый снимаем ну как ново-старый ново-старый смотри загадку отгадай без дела висит на деле стоит после дела мокрый шланг что пожарный я не знаю наверное кстати ну типа ну по крайней мере да-да-да он же когда вводить да шланг наш ответ шланг уважаемые знатоки блин мы опять смотрели на днях что где когда это очень интересно ну блин старые выпуски мне нравятся да новые тоже нормально да чувак да там типа еще там графика такая долбоебская шоу оно крутое шоу крутое бесконечное а теперь блин а что свет выключился у них там еще эти рамсы с господином ведущим там прям блядь можно кто-то может встать и уйти либо прям блядь элементы да как будто они прописывают скандалы типа знаешь а давайте знатоки будут хоесоситься а блин я как стать миллионером потому что где когда это где эти чуваки сядут ебальничек подправить нужно слишком довольное чувак я профессионал подправить ебальники ты просто приходи бери мешок муки и я подправлю тебе ебальник я это умею найди в интернете известный подправитель ебальника несколько раз с руки несколько раз с ноги и в конце добавить маленький харчок это ты так это в москву съездил да блядь ты видел полное видео я тебе покажу я там как бабка выгляжу ты как призрак знаешь белый пробежал что-то там поорал но самое главное что ты себя плохо вел среди детей ну да факт я извинился как бы ты поступил я ебнул вот чувак ну я не знаю ну типа ну типа во первых я ненавижу пранки я считаю что это самое глупое что можно было нет есть же добрые розыгрыши типа ну во первых ладно ты можешь разыгрывать своих друзей да когда хотели делать пранки снимайте голые смешные не надо ну типа не надо вторгаться в личное пространство чувак мне одежду попортил блядь у меня съемка была после этой встречи мне пришлось задерживаться ехать отмываться от муки брать брать новую одежду ну это что за пиздец ну это некрасиво очень я прям думал я прям реально он сидел ждал своего мучения я думал может ногти нахуй ему повырывать или гвозди ему туда вставить блядь а потом такой может начал уже в абсурд уходить давайте на бутылку его реально посадим типа по-настоящему я прям блядь очень злился я прям хотел чтобы он сука мучился я к нему подошел говорю ща ногти тебе нахуй вырывать будем он блядь затрясся я такой блядь значит смеяться ставь лайк если тебе хоть раз вырывали ногти кочегар сколько старому лет тридцать четыре двадцать четыре тридцать четыре вот так десять лет разницы выглядит ко мне подходили люди в два раза моложе меня и говорили в два раза выше меня и говорили мне четырнадцать ха-ха и фоткаются блядь ну ладно обожаю тебя мелкий пидун 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 что-то новое дай покажи огонь понятно как смотреть тебя если капитан командует строиться и ты в армии слушай а правда что в армии заставляют делать максимально нелогичную хуйню для того чтобы просто делать из тебя мясо не мясо а для того ты не должен думать в армии ну то есть грубо говоря ты делаешь всякие идиотские вещи есть например круглая носить квадратная катать так называются шутки есть такие зорвые типа красить траву да перекладывать короче солдат должен заебываться то есть чтобы у тебя мозги вообще не работали но в этом есть большой плюс после армии приходишь к новинке перезагружены всех пиздишь да 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 у меня есть несколько знакомых в Новокузнецке после армии вернулись и просто сели бухать несколько лет ну да я потом приехал один из них устроился типа охранником и прям жизнь пошла вообще другая другая жизнь он до армии писал песни типа у него были там мечты и цели пошел в армию он просто понял что жизнь намного проще зачем писать песни идешь работать охранником просыпается с утра пошел хоронить бычок типа издармо имени записали когда мерч продавали но записали номер телефона да тебе должны позвонить ребята все пока я все устал у меня болит рот разговаривать так много всем хорошего дня будьте молоды